Уважаемые коллеги, друзья, уважаемые участники съезда. Искренне рад подприветствовать вас на третьем железнодорожном съезде, который является важным и значимым событием в жизни и деятельности компании российской железной дороги. Рост российской экономики и высокая динамика объемов перевозок ставят перед российскими железнодорогами новые задачи повышения качества и обеспечения стабильной работы железнодорожного транспорта. За время прошедшего второго железнодорожного съезда в компании реализованы инициативы в области реформирования отрасли и повышения эффективности бизнес-процессов. Это управление движением, тягой, инфраструктурой и сбытом. Целевой задачей стала организация перевозочного процесса на основе максимального удовлетворения запросов клиентов и адаптации к рыночным условиям. Весь этот период на сети внедряются современные технические средства, обеспечивающиеся повышение уровня безопасности движения. Ежегодно реализуются мероприятия по поддержанию инфраструктуры компании, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации. С 2011 года существенно изменилась струква и география основных грузопотоков, до 80% которых стало сосредоточено на важнее направлениях сети, и в особенности экспертных перевозок. Это привело к усилению влияния факторов ограничения пропускной способности и провозной способности отдельных участков сети. В этих условиях компании удалось разработать и реализовать комплексные проекты, направленные на повышение интенсивности перевозочного процесса и снижение технологических барьеров, в том числе на направлении Кузба, Спорта и Дальнего Востока, а также на развитие тяжелорезного движения на северо-западном и южных направлениях сети. Все эти меры позволили освоить грузооборот, который, как уже говорилось, увеличился за последние 6 лет на 17%. Мы практически достигли среднесуточной погрузки 2012 года, максимального за прошедший период. Скорость заставки грузовых отправок выросла к 2011 году на 43%, и сегодня составляет 382 км в сутки. Только в текущем году задержки поездов на участках из-за технических и технологических причин снизились почти на 15%. Впервые с 2011 года реализована участковая скорость грузового движения более 40 км в час, а средний вес грузового поезда уже в 2016 году превысил 4000 тонн. Качественные изменения в эксплуатационной работе позволили предложить новую линейку логистических продуктов и клиентских сервисов. Появились такие продукты, как поезд по расписанию, грузовой экспресс, РЖД-экспресс, организованные поезда по доставке Скоропочеча, продукты из Дальнего Востока, трассив за 7 суток. Расширяется география движения регулярных маршрутов контейнерных поездов. Большое внимание в компании уделяется доступности железнодорожного транспорта для пассажиров, которым очень важна точность, и мы постоянно работаем в этом направлении. Расписание движения поездов улучшено по всем составляющим и достигло по прибытию на станции значения почти 99%, в дальнем следовании. По прибытию на станции значения мы выдерживаем график сегодня по отправлению на уровень 99%, по прибытию на станции значения в районе 98,7%. Важные государственные задачи в области железнодорожного транспорта, влияние макроэкономических факторов, мы учли при формировании долгосрочной программы развития компании до 2025 года. По прогнозу к тому времени погрузка в адрес портов вырастет в 1,8 раза. Поэтому развитие железнодорожных коридоров, подходов к портам страны остается одной из приоритетных задач нашего коллектива. В ряду с этим мы продолжим работать над повышением нашей внутренней эффективности. Для этого определили ключевые инициативы развития сети. И прежде всего это внедрение новых принципов управления перевозочным процессом, которые позволят снизить издержки и влияние железнодорожных стыков. Созданный на Восточном полигоне в Иркутске центр управления перевозкой объединяет четыре сегодня железные дороги с единой технологией работы и инфраструктурой, замкнутой в единый контур, где происходит зарождение и завершение производственных циклов с максимальным транспортно-логистическим эффектом. Данная технология показывает уже сегодня свою эффективность. В условиях значительного роста объема перевозок и увеличения ремонтных работ на инфраструктуре Восточного полигона мы смогли обеспечить беспрепятственный пропуск поездопотоков и значительно увеличить провозные способности по данному направлению. Работа полигонных принципов управления будет продолжена и для остальных транспортных коридоров в направлении юга и северо-запада страны. Полигонные технологии управления наряду с оптимизацией процесса перевозок требуют сбалансированного развития инфраструктуры. Для решения этих задач в компании подготовлена инвестиционная программа до 2025 года с счетом проектов с сторонними инвесторами. Ее объем сегодня составляет почти 8 триллионов рублей. Значенным станет завершение первого этапа развития Восточного полигона. Для повышения эффективности уже сегодня необходимо начать реализацию второго этапа, включая развитие выходов из Кузбасса, в том числе реконструкцию участка Междуречный Тайшет, элитификацию участка Волочаевка в Ванино-Советская гавань, что позволит обеспечить вывоз грузов с основных месторождений восточной части страны в направлении Дальнего Востока. В размере по заявкам грузоотправителей и владельцев груза она может составить в 2025 году плюс 120 миллионов тонн. Для освоения месторождения Западной Сибири будут завершены работы по развитию участка Тоболь, Сургут, Карачаево. Также предусмотрено развитие транспортного коридора и подходов портом Азова-Черноморского бассейна, включая комплексную реконструкцию участка имени Максима Горького, Котельникова, Тихорецкая, Крымская с обходом Краснодарской и Саратовских узлов. До 2020 года планируется завершить переустройство железнодорожной колеи острова Сахалин на общесетевую среду 1520. С учетом создания транспортного перехода на Сахалин железнодорожная структура острова будет интегрирована в единый сетевой технологический процесс. Редакция вышеуказанных программ позволит снять барьерные места, которых сегодня на сети более 9 тысяч километров, повысить скорость движения поездов и тем самым обеспечить перспективную провозку поездов и перевозку пассажиров. Важнейшей инициативой компании является специализация инфраструктуры для движения преимущества пассажирских и грузовых поездов. В результате повышается скорость движения, сокращается время пассажирских поездов пути, возрастает надежность и эксплуатация инфраструктуры. Сегодня мы рассматриваем специализацию под преимущество пассажирское движение направления Москва-Краснодар. Принято решение об электрификации участка Тищево-Кочетовка и ожерелье узловая Елец. Впереди у нас предстоит серьезная работа с проведением комплекса исследований, пересмотром нормативной базы, разработкой технологий и организацией вагонопотоков. Заявленные грузоотправительные объемы перевозок до 2025-го могут превысить существующие провозные способности сети по нашим расчетам. Это значит, что наряду с развитием инфраструктуры станций для дорожных грузов мы обязаны повышать эффективность производственного процесса и совершенствовать технологии. Сегодня у нас реализуется программа тяжеловесного движения, предусматривающая вождение поездов повышенной до 9 тысяч тонн массы и соединенных поездов до 14 тысяч 200. В текущем году уже проведены комплексные испытания для организации такого движения. В совместном с машиностроителями и отраслевой наукой организован комплекс работ по оценке эффективности ситуации грузовых вагонов нового поколения. Особое внимание уделяется подготовке инфраструктуры в условиях тяжеловесного движения. В этих целях мы базируемся на инновационных решениях, направленных на создание железнодорожного пути с высокой и долговременной стабильностью. Применяем новые методы и материалы повышенной изнохостойкости с выходом равной ресурсности материалов верхнего строения пути на уровень до 1,5 млрд тонн за жизненный цикл. Переходим к внедрению малолюдных технологий, обслуживания устройств сигнализации, безопасности связи и электрофикации. Разрабатываются соответствующие технические условия и требования на производство принципиально новых и инновационных материалов, подвижного состава и технических средств железнодорожного транспорта, которые будут предложены российскому машиностроению и бизнесу. Оказание качественных и доступных услуг пассажирам и грузовладельцам невозможно без энергоэффективного и надежного локомотива, оптимизировано по мощности и стоимости жизненного цикла. «Волгин» ставит задачу по разработке и прийти нового подвижного состава с улучшенными тяговыми характеристиками. Он должен обеспечить ввождение поездов массой не менее 7100, снижение расхода топливных ресурсов с коэффициентом готовности не менее чем 0,97. В стадии завершения разработка линейки концептуально новых локомотивов на перспективу до 2025 года, с счетом унификации тягового подвижного состава на полигонах эксплуатации, сформированы эксплуатационные требования, предусматривающие длину полигона безоцепочного следования локомотивов, электровозов до 6000 км, тепловозов до 3000 км. Полный переход к закупке локомотивов с использованием контрактного жизненного цикла в компании планируется начать уже с 2018 года, что позволит в целевом состоянии реализовать ответственность производителя на всех этапах от производства до эксплуатации. Инновации невозможны без современных инклюзационных технологий с максимальным исключением влияния человеческого фактора от прогнозирования, планирования и ввода информации для автоматического управления построения маршрутов пропуска поездов. В рамках реализации государственной задачи начато выполнение проекта «Цифровая железная дорога». Он направлен на обеспечение устойчивой конкурентоспособности компании за счет повышения привлекательности транспортных и логистических услуг для клиентов и создания единой информационной среды внутри компании «Российской железной дороги». Примером интеграции различных информационных систем в единое пространство может служить в Московское центральное кольцо, о котором говорил Олег Валентинович. Здесь мы с помощью научно-исследовательского института реализуем интеллектуальный комплекс автоматизированного управления движением поездов и обслуживание инфраструктуры на основе оценки эффективности процессов и безопасности движения. В рамках проекта реализуется концепция «Умный локомотив» и «Умный поезд», которые предусматривают поэтапный переход к применению систем управления «Автомашинист» без локомотивной бригады. В области грузового движения ключевым блоком станет создание единой интеллектуальной системы управления и автоматизации производственных процессов на железнодорожном транспорте. Мы стоим на пороге внедрения технологий интернета, вещей в масштабе всей железной дороги и миллионов технических средств, связанных между собой с сетями передачи данных, позволяющих объединять информационные сигналы, аналитические средства и в управляющие воздействия в единое пространство, в том числе с внешними инфляционными системами. Так, логистика грузоперевозок в направлении портов позволяет управлять сегодня уже технологическими процессами с использованием таких систем, с использованием таких систем, с изменить погрузку, пропуск вагонопотока, регулировать подвод вагонов с учетом подхода судов. Примером может уже сегодня служить взаимодействие с морскими портами Новороссийска, Санкт-Петербурга, Мурманска в рамках дорожной логистической информационной системы. Для координации работы на всех припортовых дорогах созданы логистические центры, основой задачи которых является координация ритмичной и слаженной работы портов, железнодорожных станций и подходов к ним. Сегодня мы разрабатываем новые технологии и услуги, интересные владельцам груза. Мы внедряем электронную подпись, новые инфляционные системы, которые позволяют переходить на безумважную технологию, упрощать процедуру на границах, шляп-мониторинг местонахождения и сохранности груза. На сети железнодорог создаются центры продажи услуг. Уже в ближайшее время планируется их создать около 80 таких центров. Они будут заниматься продажей комплексных услуг российских железнодорог по принципу одного окна. Для нас одинаково важны и крупные грузоотправители, и председатели среднего и малого бизнеса, которые новые центры позволят организовать перевозку по факту обращения. Совместная взаимовыгодная работа с предприятиями промышленного и железнодорожного транспорта позволяет предлагать новые транспортные продукты там, где мы самостоятельно реализовать их не силы, и привлечь тем самым новых клиентов. Сегодня есть понимание, что такой диалог обеспечивает рост эффективности для всех участников процесса. Также значимым проектом по расширению услуг, доступа клиентов к услугам, является построен на принципах уберизации электронная торговая площадка, грузовые перевозки. Упрощен доступ к грузоотправителям, которые автоматически в режиме реального времени могут получить подвесный состав под перевозку. Перепрективы, эта площадка позволит также повысить эффективность управления и вагонными парками. Уважаемые коллеги, в заключении хочу подчеркнуть только эффективная и развитая транспортная система обеспечить инновационное развитие экономики, рост промышленного производства, повышение качества жизни. Сохраняя традиции, мы всегда действуем с точки зрения безопасности и надежности железнодорожных перевозок. Будем руководствовать этими принципами и в дальнейшем. Благодаря конструктивному взаимодействию с нашими партнерами, мы стали быстрее реагировать и на вызовы рынка, изменяя социально-экономические условия в стране. Перед нами стоят амбициозные задачи, о которых я говорил. Мы уже в ближайшее время выйдем на новое качество услуг по надежности, грузовых отправок на уровне 97%, росту скорости доставки грузов до 410 км в сутки, внедрение новых инновационных продуктов, тягового подвесного состава, технологии управления перевозочным процессом уже сегодня закладывает основы нового образца железнодорожного транспорта будущего. Задачи трудные, но уверен, совместными усилиями мы сможем воплотить их в жизнь. Успех общего дела зависит от каждого из нас. Спасибо за внимание.